друзья всем привет сегодня небольшое видео про светодиодную ленту я сделал про нее супер короткое видео на минуту но там непонятно какое на мощности какой ширины как толком паять ну минуту сами понимаете особо не вместишь все что хочется и там даже комментарий был что сделать более подробное видео и вот сейчас я это попытаюсь сделать это коп лента то есть которая сплошного свечения и как вы видите если на обычной коп ленте если мы отрезаем не там где можно резать светодиодную ленту то кусок светодиодной ленты не горит то есть вот сейчас отрезаю где надо все лента светится вся следующий рез вот здесь если отрежу даже маленький кусочек то весь сегмент перестает гореть это конечно не очень удобно то есть если у нас есть какое-то определенное расстояние на котором должна быть расположена лента и должно светиться все то либо светящийся кусок мы будем выпускать за пределы того участка который должен светиться и этот кусок нужно будет изолировать чтобы он так скажем не светил за потолочное пространство ну либо за какое-то другое плюс у вас должно быть место где располагать этот светящийся кусочек либо светодиодная лента не будет доходить до какого-то конца и у вас останутся тогда темные пятна это что касается обычных лент вот еще раз отрежу кусочек видите и сразу весь сегмент перестает гореть тогда как сейчас появилась вот такая лента называется она свободный рез потом мы с вами упаковочку посмотрим ее можно резать практически в любом месте то есть вот так по кусочкам прям отрезаем и она все равно горит то есть хоть хоть побольше хоть вот под углом все равно лента продолжает гореть я хочу сейчас ее спаять посмотрим ее ширину сравним ее с обычной лентой потому что многие подбирают ленту просто по мощности к тогда как нужно подбирать ее по тому сколько света она выдает и вот коп ленты они выдают света меньше обычная коп лента которая вам показывал это вот такая она 12 ватт на метр резать ее можно через 5 сантиметров и как вы уже поняли либо светящийся хвост вы выпускаете изолируете чтобы он не светился вам там где не нужно либо вам придется не доводить либо подгонять так скажем какое-то изделие к длине которая соответствует резу вот эту ленту можно резать где угодно ширина обычной ленты 10 миллиметров вот этой 8 миллиметров но и мощность разная обычная лента 12 ватт вот эта лента 8 ватт но у нее 512 светодиодов и упаковку немножко подпалил положил ее на паяльник в прошлый раз но вот нам не помешает и спрашивали ее название то есть забиваем ledman это фирма казахстанский бренд называется она коп фрикут ну то есть свободный рез света коп ленты выдают меньше это мы с вами можем видеть на упаковке то есть мощность 8 ватт на метр а люмен она выдает 760 то есть это менее 100 люмен с вата мощности для того чтобы мы с вами могли убедиться практически в этом а не просто прочитав цифры я сравню вот эту ленту с обычной 10 ваткой и смотрите вот эта лента 8 ватт напоминаю и она дает 760 люмен с метра тогда как 10 ватка у нас будет давать 1500 люмен с метра и получится у нас практически одинаковые показатели должны с вами получится но вот этой ленты я наклею так скажем две штуки рядом чтобы у нас получилось 1520 вот эта лента будет в один ряд и будет 1500 то есть при потреблении 16 ватт здесь потребление будет 10 это с вами попробуем и сравнить ну и также конечно попаяем и порежем данную ленту свободный рез у этой ленты присутствуют какие-то точки нанесены то есть по идее резать можно наверное по этим точкам но они идут конечно достаточно часто и как вы видите тут просвечиваются наверно сами светодиоды бывает иногда отрежешь и лента все-таки на один сегмент не светится то есть вот этот момент я тоже хочу понять то есть лучше как резать либо по сегментам либо вообще хоть где сейчас отрежу четко по точечке об давайте подключим чуть чуть не работает как будто вот пол сегмента то есть видите она светится такими кусочками на камере даже не видно и один сегмент перестал светиться а если я между точечек отрежу вот теперь она светится вся интересно и у меня вопрос еще можно ли ее резать под 45 градусов и как это делать либо по точкам либо между точками чтобы она светилась сплошняком давайте также между точками час отрежем вот так это выглядит и подключу час видите один фрагмент не горит он составляет примерно тут пару миллиметров здесь наверно миллиметров 5 ну конечно надо сказать что светодиодная лента не рассчитана для того чтобы ее можно было резать под 45 градусов вот сейчас вообще только самый кончик не горит то есть тут не угадаешь как получится сейчас больше фрагмент не горит надеюсь это на камере видно сейчас прям самый самый уголочек давайте попробуем спаять ленту под углом сейчас светится одна часть появится лента довольно легко потому что паять можно ее тоже в любом месте давайте проверим подключая питание все работает идем дальше и паяем по прямой давайте по прямой я попробую спаять со включенным питанием одна сторона все лента спаяна и вся работает для того чтобы в сравнении понять сколько лента дает света с одной стороны я сделал два ряда ленты 10 ваттной а с другой стороны 4 ряда вот этой коп ленты свободный рез буду это подключать блоку питания блок питания пишет сколько будет потребляемая мощность а вот здесь снизу я расположу прибор который будет замерять освещенность то есть я вот беру одинаковое расстояние центр ящика центр ящика замеряю одну ленту затем переворачиваю замеряю вторую свет естественно и везде выключу 6952 это было о как это друзья полная версия видео выложена на boost и там я буду выкладывать эксклюзивные видео которых не будет на ю тубе подписка стоит всего лишь 100 рублей этим вы поддержите мой канал и вдохновите меня на новые видео ссылка в описании описании